Не новогодние истории поделились жители дома номер 11 по улице Юдина. В квартирах настоящий потоп. С потолка текут ручьи, люди борются с водой с помощью тряпок. Говорят, в дом стекает талая вода, необходим ремонт крыши. А управляющая компания «Эталон дом», по словам междуреченцев, бездействует. Но крыша сделана изначально неправильно. Кто там разыгрывал тендер, я не знаю. Я вот это Марина с Татьяной, вам они расскажут, соседки, они этим занялись. Я постоянно на работе, так что ключи им оставляю, и вот они мне здесь смотрят. И тут они приходят, вот Марину давно уже топит, соседку в 56-й. Она уже измучилась, там у нее прям банки стоят, ведра 60-ю затапливает у них маленький ребенок. Это невозможно, вообще невозможно. Они уже куда только не бились, и где только не писали, и все. Вот я сделала ремонт. Я прихожу, опять это вот тряпки лежат, на балкон весь топит, затапливает углы все опять топит, и здесь топит. Мы говорили, уже входили, вот Марина вам расскажет, какие она организации прошла. Все. Она абсолютно прошла все организации. Вот с того года, вот целыми днями, вот так вот выжимаем тряпочку, вот у нас ведерочка, чтобы далеко не ходить. Вот все залито. Обращались в управляющую компанию. Поначалу они нам хоть как-то отвечали на телефон. А потом просто мы эту крышу вам не делали. У вас крыша вообще проблемная. А у нас сейчас и стены будут проблемные, и подъезд у нас уже проблемный. Хотя мы стараемся содержать хоть как-то в каком-то чистое. Толку нету. Залили всю квартиру. Мы начали трезвонить еще в конце того года. Результатов ноль. Вы же как обращались? Обращались. Письменное заявление на имя Соловьева. Ну мы же ждем 30 дней. Нам же все равно это капает как. 30 дней ждем. И к мэру обращались. Мы пошли на прием к мэру. А там нам сказали, это не его вопрос, оградили саду. И ответ будет. Ответ будет тоже в течение 30 дней. Но она заливает сегодня, сейчас, и с того года. Вообще эту крышу сделали неправильно. Кто ее делал, кого слушали. Но подписывал город, подписывала жилищная комиссия. Был тогда во главе Михеев. Но заложники мы. Кто-то получил деньги, кто-то получил подпись и благополучно съехал. А вот мы заложники. А вы готовы средства на капремонт, которые потратить сейчас на крышу на эту? Какие? Вы же говорили. Конечно, конечно. Мы всяко говорили. Зачем мы будем ждать 30-й год, когда можно сделать сейчас? Однозначно. Я, может, до 30-го года не доживу. Однозначно. Однозначно мне топит сегодня и сейчас. Мне не надо 30-й год ждать. И говорим. Однозначно. Да, надо. На этом доме постоянно образуются огромные сосули. Буквально на днях мы сбили сосули. Вы прекрасно видите, что они уже появляются заново. Оттепель. Без остановки уже месяц как идет. Соответственно, талые воды, они всегда найдут себе ход между швами, где-то щелки и так далее. Из-за этого происходит, к сожалению, подтопление квартир. По капитальному ремонту принято у нас решение все-таки провести независимую экспертизу. Мы будем направлять это письмо на Кемерово. Мы не имеем права распоряжаться капитальным ремонтом. Соответственно, все, что от нас зависит, мы напишем письма, приложим экспертизу. Экспертиза проводится в весенний-летний период. То есть зимой невозможно привести экспертизу с тем, что снег на Кровле. То есть полная оценка производиться не может в зимний период. То есть нужно людям в любом случае ждать весны. А сейчас только выход сбрасывать снег. Да.